Теперь, после профессора Ахата, очень сложно выступать и рассказывать про рак желудка, коли столько про него сказано. Но так, немножечко, что ранний рак желудка – это опухоль ограниченной слизистой оболочки или под слизистым слоем стенки желудка, независимо от наличия или отсутствия метастазов в регионарные лимфатические узлы. Ну, в Японии всё хорошо происходит со скрининговыми программами. У них безумное количество ранних раков желудка. Я когда вижу цифру больше 2000 исследований с 2008 года, мне плакать хочется, потому что наши, конечно, данные не сравнятся вообще никак, потому что скрининговых программ у нас нет. И, безусловно, нужно направлять всё на то, чтобы выявлять эти ранние формы, потому что на этом графике вы видите, как прогрессивно растёт выживаемость от стадии заболевания. В нашей стране не всё так гладко с этой нозологией, потому что если колоректальный рак, он как-то больше на слуху про него больше говорят, то рак желудка, он как-то уходит на второй план. А занимает он у нас не последнее четвёртое место среди онкологической патологии. И в России эта заболеваемость растёт. Живём мы по показаниям японским, и всё, что касается раннего рака желудка, удаляем мы их по японским гайдлайнам. Я не буду их озвучивать ещё раз, но я всё ещё считаю, что и хочу подчеркнуть, что вот те критерии расширенные, которые приняты уже за абсолютные сейчас в Японии, у нас всё ещё считаются расширенными, хотя онкоспецифическая выживаемость при абсолютных расширенных критериях неизменна, и она абсолютно одинаковая, и движется к 100%. Но, вы знаете, готовясь к этому докладу, я решила открыть и наши, ну, гайдлайнов у нас нет, наши какие-то рекомендации по удалению раннего рака желудка и вообще, что говорят о эндоскопических методах лечения раннего рака желудка. И, честно говоря, волосы мои зашевелились, потому что я знала, что у нас всё не очень хорошо с этим делом, и всё так у нас очень обтекаемо, но Минздрав, клинические наши рекомендации, 2017 года говорят о том, что удалять мы можем эндоскопически только дифференцированные опухоли без изъязвления до 2 см. Ну, я не знаю, может быть, у кого-то таких опухолей много, я вот в своей жизни их не так много встречала, и, получается, всё остальное мы должны отдавать хирургам на гастроктомию и лимфодисерцию. Но эти клинические рекомендации пересматриваются каждые 3 года, может быть, в 2020 году у нас появится что-то новое, туда внесут какие-то новые коррективы, а пока юридические нормативные наши документы – это вот эти вот критерии. И, соответственно, всё остальное – это просто дискусс с хирургами, что мы можем удалять, а что мы не можем удалять, и почему. И очень обидно всегда мне, когда эти пациенты попадают на хирургические операции, потому что абсолютно без разницы, выполнил ли ты гастроктомию с лимфодисекцией D2 пациенту с Т1 опухолью и, например, с Т3 опухолью с опухолью, прорастающую стенку, у них абсолютно одинаковое количество осложнений. Эти пациенты с нутритивными метаболическими расстройствами, у них очень многих дембинговый синдром, синдром приводящей петли, замедленная эвакуация из культижевутка, рептукс, азофагиты, холилитиазы. То есть это пациенты потом крайне тяжёлые, потому что они просто не получили свою органосохраняющую операцию. 67% пациентов после гастроктомии имеют хотя бы один симптом дембинга в раннем послеоперационном периоде и 38% из них в позднем послеоперационном периоде. Больше половины этих пациентов, которые переносят гастроктомию в сроке от 5 до 20 лет, имеют переломы костей и клинический значимый остеопороз. 94% из них имеют железно-дефицитную аномию, 79% и B12% дефицитную аномию. То есть пациенты с ранними и поздними стадиями просто приравниваются в одну когорт и получают все эти осложнения хирургические, которые получают, и которые могли бы не получить, если бы прооперировались эндоскопически. Ну, у Кена была похожая таблица. Если вы обратите внимание на количество послеоперационных осложнений, после эндоскопической диссекции под слизистым слоем и после гастроктомии по поводу ранних раковых желудка, то после гастроктомии их в районе 15%, после диссекции в районе 5%. Нужно не забывать, что эти 15% – это клавиен диндо, не 1, 2, как у нас, а и 3, и 4, и летальные исходы. Их немного, но они есть. При том, что риск метастазирования при Т1А опухолях практически равен нулю. При Т1БСМ1 – 3%, при Т1БСМ2 – 20%. Ну, вот тут 15-20% на осложнении и на риски метастазирования, наверное, то на то и выходит, если проанализировать это. Ну, что касается стадирования. У нас… Мы немножечко не так подходим к этим образованиям. Мы находим эпителиальное образование, верифицируем их как злокачественное, выполняем компьютерную томографию грудной и брюшной полости. И если эти образования не выходят за пределы стенки по данным компьютерной томографии, а сейчас уже даже если и выходят, то мы выполняем энд-УЗИ. Если мы это образование стадируем как внутрислизистые или образование с подслизистой инвазией, но мы видим мышечный слой неизмененный, то эти пациенты уходят у нас на эндоскопическую диссекцию в подслизистом слое. Ну, сейчас вот больше и больше становится компьютерная томография таким модным методом для того, чтобы стадировать раки желудка не только местно распространённые, не только по N-критерию. Если раньше это была прерогатива только статуса лимфатического узла, то сейчас компьютерная томография набирает свои обороты, и они стадируют не только глубокие опухоли, но и поверхностные опухоли. Ну, мы к этому относимся с долей скепсиса. Почему? Потому что нарабатывая свой опыт по эндоскопической ультарсонографии, ты уже можешь поспорить. И если взять литературные данные, то, конечно, по тест-стадии энд-УЗИ, чувствительность специфической энд-УЗИ, она выше, гораздо выше. При энд-стадии, да, здесь есть какие-то вопросы. Ну, вот к тому, что, наверное, точнее, не наверное, а выполнять энд-УЗИ при ранних раках желудка нужно и обязательно нужно. Нужно отметить, что мы выполняем энд-УЗИ для каждого эпителиального образования в желудке, если мы считаем, что она злокачественная. Потому что бывают вот такие вот опухоли, которые уже не раз изъявлялись, которые с конвергенцией складок. И в этой ситуации сказать, что эта опухоль инвазивная, ну, мне кажется, довольно процент, большой процент здесь присутствующих эндоскопистов предположит, что это может быть глубокой инвазией, что этого пациента нужно отдать на хирургическое лечение. Но вот, наверное, правда, у страха глаза велики, потому что выполняя энд-УЗИ, если вы обратите внимание, под всем этим образованием есть подслезистый слой. Да, сложно сказать, что он совсем не изменённый, потому что он фиброзирован. Но мы никогда не можем точно сказать, он фиброзирован за счёт того, что это истинные рубцовые изменения ввиду изъявления, или за счёт того, что этот пациент уже с инвазивной карциномой. Ну, мы прооперировали этого пациента гистологически. Это G2, внутрислистая карцинома. Соответственно, он радикально прооперирован. Здесь вот два кейса для меня абсолютно одинаково. Слева пациентка, у которой такая большая довольно-таки опухоль в желудке. Мы выполнили энд-УЗИ, по данным энд-УЗИ подслезистый слой очень и очень хорошо выражен, разве это его очень видно. Но образование ввиду своей тяжести просто оттягивает стенку желудка и компьютерную томографию, которую мы назначали для того, чтобы исключить лимфатические узлы поражённые. Специалисты нам решили простадировать опухоль эту и по Т-стадии. Сказали, что это Т3. И вот это был очень большой батл с хирургами. Эта пациентка ушла в результате на хирургическое лечение. А прооперировали её по поводу Т1 рака. Дифференцированного. В 82 года. Ну, то есть, может быть, свои проблемы после гастроктомии она не получит в послеоперационном долгом периоде. Но вот все прелести послеоперационных ранних осложнений она получает. А справа пациентка, ну, визуально для меня абсолютно одинаковый, который мы отбили, и он действительно ратикально прооперированный и прекрасно живёт, и ничего с ним плохого не происходит. Вот если посмотреть на все эти карциномы, это ранние карциномы. И мы выполняем эндоузи. Если видим подслистый слой неизменённый, мы им всем выполняем эндоскопическую диссекцию подслистым слоем. Но, вы знаете, даже у нас иногда закрадываются вопросы, потому что вот эта пациентка с перстневидно-клеточным раком, и даже если брать расширенные критерии, это более чем расширенные критерии, это расширение расширенных критерий, потому что пациентка с перстневидно-клеточным раком не маленьким, не 2 см, с конвергенцией складок, с крайне невыраженным подслистым слоем на эндоузи. Тем не менее, это оказался внутрислистый рак. Да, я оговорюсь сразу, что он оказался Н-позитивный, но это внутрислизистая карцинома. То есть не всё так страшно, как это выглядит, и эндоузия, наверное, здесь проблему это решает. Но, вы знаете, мы… Это так, наверное, со стороны только кажется, что всё так легко у нас в центре, и вот мы такие сказали, что мы прооперируем пациента, и нам хирурги говорят, да, конечно, оперируйте. Нет, всё не так, этих пациентов приходилось отбивать, и вот мы как-то нашли консенсус, интересный для обеих сторон, и для нас, и для хирургов, потому что тема эта очень интересная. Сигнальный лимфатический узел – это методика забора сигнального лимфатического узла. Она давно и широко применяется при раках, при меланомах кожи, раках молочной железы. И, наверное, в начале десятых годов, там, 11-12-е, появились единичные описания о том, что забор сигнального лимфатического узла ведётся и при раках желудка. Ну, что такое сигнальный лимфатический узел? Это узел, который считается первым из группы лимфатических узлов, расположенных на пути лимфогенного распространения опухоли. Мы пришли к консенсусу, что все вот эти вот пограничные опухоли в желудке, которые идут по расширенным критериям, мы будем брать забором сигнального лимфатического узла, чтобы хотя бы как-то обезопасить себя от N-прогрессирования, чтобы хотя бы, ну, чтобы просто, грубо говоря, по N-стадии отстадировать этих пациентов. Что касается того, как это происходит, ну, в официальной методике краситель вводится под подслизистый слой, потом происходит лапароскопический этап забора, я его покажу, и только потом диссекция в подслизистом слое. Но мы так пришли к своему лайфхаку, что, наверное, лучше делать сначала циркулярный разрез, потому что мы пользуемся лимфотропным красителем, он доцианином зелёным, он такого насыщенно-зелёного цвета, на нём не всегда хорошо видно сосуды, поэтому мы делаем циркулярный разрез, потом отдаём хирургам, и только потом доделываем диссекцию в подслизистом слое. Ну вот лапароскопический этап выглядит примерно так, это уже подколотая стенка желудка, но вам не очень здесь хорошо. А? Что? Что? А? Ладно, я вам сейчас ещё раз это видео покажу. Нет, стоп, 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 стоп. Могу? Ну что, лучше? Лучше. Да. Ну, всё, давайте. Вот. Светится стенка желудка, лимфатический проток и сигнальный лимфатический узел. Вот так это выглядит где-то секунд через 30-40 после того, как вводится лимфотропный препарат в подслизистый слой. Ну, сейчас существует уже много исследований на эту тему, и люди в литературе, грамотно люди говорят, что надо брать не только сигнальный узел, но и весь бассейн, то есть это группа лимфатических узлов. То есть если, например, это опухоль, располагающаяся в теле желудка по передней стенке, ближе к большой кривизне, наверное, кроме там четвёртой группы, нужно брать четвёртую А, четвёртую Б, и третью группу стараться забирать тоже. Ну, мы с сигнальными лимфатическими узлами сделали 53 иноскопические диссекции совместно. Из них с… Большая часть из них была с отрицательными сигнальными лимфатическими узлами. Было два положительных лимфатических узла. Но вот первый я уже озвучила, это девочка с персневидно-клеточным раком, таким распространённым довольно, хотя это и один, что для меня, в принципе, не укладывается в мою логику вещей, но так бывает. И ещё один пациент с положительным сигнальным лимфатическим узлом все они, безусловно, ушли на субтотальную резекцию или на гастроктомию в зависимости от локализации с Д2 лимфодисекцией. У нас не такой большой период наблюдения до 30 месяцев, но вот за эти 30 месяцев эти пациенты с расширенными показаниями, они не прогрессируют, соответственно, наверное, по лимфатическим узлам. Соответственно, наверное, эта методика действительно работает. У нас есть местный рецидив, но как бы это не погрешность методики сигнального лимфатического узла, а уже наши рецидивы после диссекции. Что мы можем говорить по поводу R1-резекции? Это практически все эти резекции, это резекции с глубокой инвазией. С инвазией больше 500 микрон, они уходили на операцию какое-то время назад с положительным краем больше 500 микрон. И только у пяти пациентов действительно было обнаружено опухолевые клетки в линии резекции после операции, уже после гастроктомии. Так что, ну вот тоже целесообразность выполнения этих гастроктомий, она, наверное, дискутабельна. Частота обнаружения. Ну вот 87,5% мы обнаруживаем лимфатический узел. То есть не берем просто жировую ткань, а берем действительно группу лимфатических узлов. Ложно-отрицательные результаты у нас был один. Пациент. И чувствительность этого метода 90%. Ну такая, немаленькая, наверное, если учитывать, что мы этих пациентов обезопасиваем от, наверное, зачастую ненужной гастроктомии с патальной резекцией и лимфодисекцией Д2. Сделали мы вообще методом эндоскопической диссекции в подслистом слое всего 167 пациентов. Из них высокодифференцированные, ну то есть дифференцированные типы – это большинство, конечно. 25 у нас было низкодифференцированных аденокарсином, из них 17 пресневидно-клеточных истологических типов. То есть это те пациенты, которые, в принципе, должны были пойти, наверное, по нашим русским рекомендациям на гастроктомию. Из этой группы пациентов у нас две прогрессии, но она абсолютно ожидаемая была, ввиду того, что там была положительная лимфоваскулярная инвазия, то есть эти пациенты должны были и запрогрессировали, им просто невозможно было выполнить радикальную резекцию желудка после операционной. Ну и такой небольшой вывод, преодолевая границы, расширяются горизонты, потому что, может быть, скоро мы совместно с хирургами придем к тому, что это будут локальные сечения Т2-опухоли, как в этой ситуации. И вот таких иногда зачастую ненужных гастроктомий можно будет избежать и прийти к более органосохраняющей методике оперирования пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерия Верина. Какие вопросы? Иван Юрьевич? Ну у меня всегда вопрос. То есть я просто услышал ответ на него в докладе. То есть вы всем ранним раком желудка перед диссекцией делаете эндосонографию. Соответственно, вы видите распространение, как вы сами сказали, либо инвазия, либо фиброз на подслизистый слой. Мы скорее исключаем, что подслизистого слоя не визуализируется совсем. Когда, да, это пациент, который, наверное, прошло подчеркнуть. Ну то есть мы, то есть определяете признаки инвазии, определяете инвазию уже в мышечный непосредственно слой. То есть это вот единственное, что тогда останавливает. Очень сложно было бы, наверное, оценить результаты чувствительной специфичности Т1А и Т1Б у нас. Почему? Потому что иногда это бывают ситуации, когда ты этих пациентов забираешь на себя на диссекцию, и ты пишешь просто Т1. Ну то есть так обтекаемо. Но, тем не менее, вот, наверное, Т1А, Т1Б, они отличаются индукзией. Как и Т1Б, и Т2. Ну я на самом деле, я хочу кредитировать, что мы берем всех, потому что у нас не 2000 в год, там, как у АХА, ну не две, там, сколько, 350 получил, да? Все-таки мы не запаханы этими ранними раками, и имеем возможность каждый более досконально осматривать. Мы ими дорожим, этими пациентами, и пытаемся из этого какую-то вытащить информацию. Поэтому мы для себя приняли такой алгоритм, даже если мы визуально абсолютно уверены в его внутрислизистом состоянии, мы все-таки контролируем себя ультразвуком. Это то, почему мы всегда делаем, да? Это протокол. То есть это дополнительное исследование, которое, на самом деле, по факту принципиально, пока, да? Пока, конечно. То есть пока не сформированные четкие критерии, на тактику не влияют. Нет, влияет. Если Т2... Откажете вы кому в виде инвазии в мышцу, правильно я понимаю? Да, Т2. Да. До Т2, если есть... До Т2 не влияет. Нет. Совершенно верно. Абсолютно верно. Совершенно верно. Но язвенная форма, вроде как, посмотрел, есть и... Ну, гипохогенное расстроение на подслизистый слой. Какая тактика должна быть? Особенно, если, например, низкодифференцированный рак. Скорее, вот так вот, это надо отдать хирургам, по идее. Но при этом есть вроде прослойка, есть возможность забрать узлы, можно попытаться сделать органосохраняющие. То есть ESDR0. Мы видим по ЭОСу, что есть шанс на R0-резекцию. А узлы в данной ситуации для нас страховка по метацитозированию. Почему у вас там Т2 останавливает? Т2 пока останавливает. Я бы так сказал. Это... Нет, разница есть. Между СМ3 и Т2 всё-таки она есть. Другое дело, что в данной ситуации не очень понятно, как корректно вводить краситель в опухоль непосредственно. Перед уморозно куда вводить? И здесь не очень понятен отток. Поэтому пока мы за эту часть не берёмся, надо хоть с Т1 разобраться. Это уже, я правильно сказал, для нас это такое некое компромиссное соглашение с хирургами, которое позволяет действительно делать органосохраняющие операции. Потому как в противном случае есть Минздрав, есть рекомендации. Там это в Японии расширенные. Правда, теперь уже вроде не все расширенные критерии. А стандартные вот такие. И очень тяжело бывает, собственно говоря, лоббировать свои вот интересные эндоскопии в этой связи. А здесь как бы это компромисс плюс действительно в ряде ситуаций, когда мы... Вот это выходит за все расширенные критерии уже, но тем не менее мы берём дело органосохраняющей операции. Ещё? Вопросы есть ещё? Ну, спасибо. Спасибо. Так, Юрий Павлович...